Итак, на сегодня хлорелла выглядит вот таким образом. Это та хлорелла того сезона. Значит, есть небольшой осадок. Теперь мне нужно сливать ее верхушку и размножать дальше. То есть это та стадия, когда нужно хлореллу развивать дальше. То есть делать пересел. Освобождать ее от тех клеток, которые слипаются. Эти клетки, которые слиплись, они как раз позволили перезимовать. То есть это нормальный процесс. Наличие планктонной хлореллы здесь 100% есть, потому что она не слипается. И я ее даже не помешиваю вообще. И сутками ее не трогаю, она стоит зеленая. Но наша задача сейчас, в данный момент, несколько другая. Я хочу вам показать, где можно взять клетки хлореллы, живые клетки хлореллы из природы. Чтобы сделать пересел в свою емкость, нам нужно выцепить из природы эти репродуктивные клетки. Вот я хочу вам показать. Зима очень сухая у нас, весна вернее. Все высохло. Но еще не поздно. Вот я нашел в специальном показе. Там, где грибы, там обязательно будет хлорелла. Скорее всего. Вот мох вряд ли, я не видел там, но тоже надо пробовать. Вот пенечек, вот так он рос. Таким вот образом. И, как видите, здесь он отломался и мицелий живой. Я возьму этот пенечек и в воде бутылек добавлю туда несколько капель гумисола и буду проращивать. Посмотрим, что получится. Теперь, вот есть такие, скажем, места, где рубили дрова. И в этих местах, вот, я думаю, будет видно, позеленевшие стебли. Скорее всего, они как находятся внизу. Сейчас весна и хлорелла, она еще активна. Поэтому вот эти вот можно отрезать кусочки этой позеленевшей древесины и тоже поместить. И мы можем получить, особенно под корой, так развивается хлорелла, потому что там питание. Вот, как видите, вот здесь есть. Может быть, видно. Может нет, но уверяю. Там есть позеленевшие такие участки стебли. Это, значит, дрова пилили и бросили здесь кучу света. Весной хлорелла активна, и она может спокойно начать рост. Чего не будет, конечно, летом уже это гораздо труднее. Она как бы войдет опять в спячку. И эти клетки вряд ли мы найдем летом. Тогда лучше использовать корни. Корни растений. Ну, вот так. Я так же само попробую все это сделать. Мне тоже интересно посмотреть, что из этого получится. Очередной раз, потому что можно попасть на очень интересный штамм, который и продуктивный, и не выдает слипшихся клеток. Ну, советую вам тоже заниматься такой охотой. Нужно попытки делать неоднократные, потому что, ну, если вы хотите что-то взять от природы, ну, надо немножко поработать. Заниматься поиском и творчеством. И тогда все получится. Будет ваш собственный штамм, который вы сможете размножать, как я вам говорил. И на следующий сезон через песочек все будет в... Это не в баночке, которые никогда вы не вырастите. Из промышленной хворелы вы никогда не вырастите. То, чего вы можете взять в природе. Всем удачи. Все, я буду показывать дальше, что с хлорелой делать, ее возможности. Это очень интересно.